Управление муниципального контроля, экологи и сотрудники полиции выехали на место. В районе лагерей «Юбилейные» и «Пограничника России» администрацию города был софиксирован факт сноса дюны с зеленых насаждений. На данный момент уничтожена практически третья часть песчаной дюны, которая имеет огромное экологическое значение для сохранения песка. Также она предотвращает ветровую эрозию песчаного пляжа и является местом обитания птиц, часть из которых занесена в Красную книгу Краснодарского края. Оценить экологический ущерб нам еще предстоит, однако масштабы нарушения огромны, как мы можем видеть. И уже сейчас необходимо поднимать вопрос о установлении, конечно, виновника в этой ситуации и возмещении ущерба, причиненного в окружающей среде. Арендатор хотел продлить себе дорогу еще через «Пограничник России» прямиком к выезду с пляжа, но лагерь на своей территории работать запретил. По словам члена комиссии Алины Елисеевой, еще недавно места сноса было намного меньше, и поэтому в скором времени будут производиться перерасчеты территории. На площади 25 соток ущерб составляет 6 миллионов 885 тысяч 400 рублей. Если сейчас изменятся данные по управлению муниципального контроля, значит ущерб будет уточнен и пересчитан. Судьба песчаных дюн на морском берегу Анапы сейчас беспокоит и власти Анапы, и местных жителей, и экологов. Над этим хрупким памятником природы нависла угроза уничтожения. Администрации муниципального образования города Курт-Анапа в данный момент готовится пакет документов для расторжения договора на данный земельный участок. Также в управлении муниципального контроля готовится письмо в Азово-Черноморскую природоохранную прокуратуру для принятия дальнейших мер. Защитники окружающей среды считают, что здесь надо создать особо охраняемую территорию. Власти Анапы с ними солидарны и отмечают, что такой статус дюн нам реально присвоить в ближайшее время. А значит золотые пески курорта будут под охраной и сохраняться для будущих поколений.